Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. На работе я ценный сотрудник, но директор часто наезжает на меня для своих интересов. Как повысить свою значимость при общении с ним и что ему говорить? Ну, во-первых, я думаю, что надо подробно, как минимум, рассмотреть, что вы имеете в виду, говоря, что он на вас наезжает, и что вы имеете в виду, говоря, что он делает это для своих интересов. И что вы имеете в виду, говоря, часто, то есть, часто это как? Ну, что такое часто? Вот. Это вот первое, пожалуй, на что я бы обратил ваше внимание. Второе. Как связана ваша значимость с тем, что делает директор? Ну, то есть, вот буквально. Директор на вас наезжал, как вы говорите. Вы хотите повысить свою значимость. Как ваша значимость, ну, занижается, как она понижается, если хотите, вот, за счет чего? Вы же сами пишите, что директор делает это для своих интересов. Значит, 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 к вам это никакого, никакого отношения не имеет. К вам это никак не относится. К вам никак не относится то, что он делает, получается. И получается, что ваша проблема в значимости, она не в директоре. Она в ваших собственных конфликтах. Внутренних. В противоречиях. В слепых пятнах восприятия себя. В неадекватных, может быть, требованиях к себе. В нечувствовании важности того, что вы делаете. Может быть, в этом проблема. И, может быть, разобравшись с этим, у вас естественным образом, в соответствии с вашими ценностями, придет идея о том, что ему сказать, как ему ответить. Не из позиции борьбы, которую вы продвигаете сейчас. А, естественно. Потому что вы по-другому не можете. Просто. Вот просто по-другому вы не способны. Может быть, так? Да. Конечно. Есть приемы психологического айкидо, например. Есть методы неконфликтного общения, например. Все это есть. Это правда. Но решает ли это проблему человека? На мой взгляд, нет. Не решает. Вашу собственную проблему это не решает. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. И я надеюсь, что у меня получилось перенаправить в какой-то степени ваше внимание с директора и кого бы то ни было на себя. Потому что только вы и только то, что с вами происходит, имеет значение. А другие люди, у других людей, у других людей свои проблемы, свои трудности. К вам они отношения не имеют. Тем более, что вы на работе и люди на работе не обязаны вас любить, не обязаны вас жалеть, не обязаны думать о вас. И работа это, точнее профессиональная сфера, это та сфера, где каждый действительно действует в своих интересах. Где каждый действительно преследует свои цели и это нормально. Но, если вы в своей профессиональной сфере стремитесь только к тому, чтобы быть ценным сотрудником, то вы становитесь весьма уязвимы. Я не думаю, что ценность человека как сотрудника может быть на первом месте. Да, это безусловно важно, безусловно важно ощущать себя ценным, но я не думаю, что это должно быть на первом месте. По вашему сообщению, у меня складывается впечатление, что у вас как раз таки это на первом месте. И это вследствие того, что вы не чувствуете, вы правильно понимаете, вы не чувствуете собственной важности, но вы ставите это в зависимости от директора. И, с точки зрения некоторых подходов в психологии, можно предположить, только предположить, что директор для вас это какая-то большая фигура, нежели чем просто директор, который... Он просто действует в своих интересах. Да, может быть он пытается делать это за ваш счет, это правда, но он... Он может так поступать, он может так действовать. А вы, кстати говоря... А вы можете так действовать? Вы можете так поступать? Как он, я имею ввиду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!